Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. С рабочим визитом в Самарскую область прибыл министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Он посетил самарский филиал протезно-ортопедического предприятия. Сегодня отмечают 79 лет со дня окончания Второй мировой войны. Она забрала жизни более 70 миллионов человек. В память о погибших к жителям региона обратился Вячеслав Федорищев. В память о погибших во время Второй мировой войны. Цветы к вечному огню возложили глава Самары Елена Лапушкина, областные и городские власти, депутаты и юнормейцы. Особое внимание уборки территорий. Подготовку городских пространств к предстоящим выборам губернатора обсудили на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Сто лет со дня своего образования в этом году отмечает Республика Ингушетия. В честь юбилейной даты в Самаре организовали масштабную программу. С рабочим визитом в Самарскую область прибыл министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Он посетил самарский филиал протезно-ортопедического предприятия. Там производят протезы, ортопедическую обувь, корсеты и другие реабилитационные средства. Руководство предприятия заключило соглашение с военным госпиталем на поставку протезов для участников специальной военной операции. Так, бойцам из разных регионов выдали 42 высокофункциональных протеза нижних конечностей. Вячеслав Федорищев встретился с главой Минтруда России. Глава региона рассказал, что средняя заработная плата в регионе растет и сейчас составляет 63 тысячи рублей. По этому показателю регион занимает третье место в ПФО. Что касается безработицы, то она ниже, чем среднероссийская. Сегодня представили программу «Мастер спорта», инициированную главой региона Вячеславом Федорищевым. Она рассчитана на 5 лет. Самара за это время получит областную поддержку, направленную как на спорт высших достижений, так и на развитие физкультурно-массового направления. Планируется ежегодное выделение субсидий на строительство новых объектов спорта, ремонт и модернизацию существующей инфраструктуры, приобретение инвентаря, командировки спортсменов. Предложили новые решения по поддержке тренерского корпуса и вообще усиление наших школ в муниципальных образованиях, в селах, в больших городах. И, конечно же, в первую очередь занялись развитием нашей инфраструктуры, как реконструкцией и ремонтом объектов, которые этого требуют, так и созданием новых. Этот документ, мы его утвердим, он живой, и мы по мере того, как у нас будут появляться дополнительные возможности, дополнительные силы, будем обязательно его дополнять. В рамках программы «Самара» уже в этом году получит субсидии почти на 19,5 миллионов рублей на приобретение спортинвентаря и командировки спортсменов. Также планируются областные единовременные выплаты спортсменам, получившим спортивные разряды. В ближайшие пять лет по области планируют создать 500 объектов спорта, среди которых легкоатлетический манеж, центр водных видов спорта, открытые площадки, фоки, модульные сооружения. Сегодня в России отмечают день окончания Второй мировой войны и день солидарности в борьбе с терроризмом. Глава региона Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области. Он отметил, что день победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны – важная дата в истории. Это была борьба за право на жизнь, за свободу и мирное будущее. На примере ветеранов воспитаны целые поколения современных жителей России, которые сегодня продолжают дело героев. В память о погибших в Самаре прошла торжественная церемония возложения цветов на площади Славы. В ней приняли участие областные и городские власти, депутаты, члены ветеранских организаций, молодежь. Подробности в нашем сюжете. Шесть лет и один день длилась Вторая мировая война. Она завершилась 2 сентября 1945 года капитуляцией милитаристской Японии. На следующий день после этого, 3 сентября, советская пресса опубликовала обращение Сталина к народу. Там говорилось об окончании войны. Эта дата стала в России днем воинской славы. Председатель ветеранов промышленного района Галина Демчук в этот день каждый год приходит на площадь Славы почтить память героев. Отец Галины Александровны прошел войну от Куйбышева до Берлина, был дважды ранен. Мать сразу после учебы стала работать медсестрой в госпитале. Поэтому все тяготы военной жизни семья Галины Александровны знает не понаслышке. Это знаковый день полного разгрома фашистской и милитаристской Японии. И, конечно, в этот день мы всегда придем сюда, мы пообщаемся, мы поклонимся нашим ушедшим, возложим цветы к вечному огню. Мы всегда этот день храним в памяти и большое патриотическое воспитание проводим в школах. 3 сентября в России еще одна памятная дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день вспоминают жертв терактов, в том числе трагических событий в Беслане, где погибло 334 человека, в том числе 186 детей. Вся наша Россия, она помнит этот день и будет помнить веками, наверное, потому что ни в коем случае нельзя этого забывать. Дети – это наше будущее, это наше поколение. И ни в коем случае, чтобы такого горя не допускалось в будущем. В память о погибших и пострадавших в Самаре прошла торжественная церемония возложения цветов к вечному огню и горельефу скорбящей матери Родине. В церемонии приняли участие областные и городские власти, депутаты, члены ветеранских организаций, молодежных патриотических объединений. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров, События. В память о подвиге и бескорыстной любви к Родине. Самарскому лицею номер 124 присвоено имя Дениса Лазутина, подполковника полиции, командира оперативной роты отряда «Смерч», посмертно награжденному Орденом Мужества. Ранее в учебном учреждении уже открывали парту героя, мемориальную доску, а теперь увековечили его имя в названии. Торжественную церемонию приурочили ко Дню Солидарности в борьбе с терроризмом. Подробнее в нашем сюжете. Настоящий герой, мужественный, честный и храбрый. Именно таким был Денис Лазутин, подполковник полиции, командир оперативной роты ОМОН «Смерч», в составе которого он прошел весь путь от рядового. С начала специальной военной операции подполковник Лазутин был на передовой. Выполняя боевую задачу, своими решениями и ценой жизни спас целый отряд. За это посмертно был награжден Орденом Мужества. А теперь его имя присвоено 124-й школе, где он учился. Я считаю это очень важно, когда мы воспитываем детей не на абстрактных примерах, а на совершенно конкретных примерах, историях, судьбах героев, которые им близки. Помимо присвоения имени, изменился и статус учебного заведения. За многолетние высокие результаты как в учебной деятельности, так и в творческой и спортивной сферах школа стала лицеем. Теперь это накладывает дополнительную ответственность как на педагогический состав, так и на учеников. С присвоением статуса лицея, конечно, мы связываем все достижения, которые школой уже были сделаны в предыдущие года, чтобы не только сохранить уровень качества образования в школе, но и стать еще выше, и доказать это на всевозможных конференциях, олимпиадах и в рамках единого государственного экзамена. Кроме того, сотрудники Росгвардии возьмут шефство над учебным заведением. У юнормейцев лицея будут дополнительные теоретические и практические занятия с действующими бойцами, а также встречи с героями и тематические экскурсии. А завершилась торжественная церемония присвоения имени, которая прошла в день солидарности в борьбе с терроризмом, возложением цветов к памятным доскам, которые установлены в честь выпускников лицея, погибших, защищая свою родину. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков, События. О жертвах террористов вспоминали и в 144-й школе Самары. Школьники почтили память погибших. Слово Полине Челюковой. Жизнь – самая главная ценность человека. Чтобы напомнить об этом подрастающему поколению, руководство 144-й школы организовало мероприятие, приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В нем приняли участие не только старшеклассники, но и малыши, ведь важно с раннего возраста прививать детям правильные ценности. Старшие школьники рассказали о терактах учащимся начальных классов. Также ученики выступили с тематической программой. В зале прозвучали стихи и песни. В школе прошли классные часы и конкурс рисунков. Напомним, что 3 сентября Россия отдает дань памяти соотечественникам, погибшим от рук террористов. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие дойдет до души каждого ребенка. Каждый должен это пропустить через себя. И сегодня мы этой цели достигли. Каждый ребенок у нас ушел с ноткой горечи и грусти в душе. И я думаю, что сделал вывод, что это не должно повториться. Я считаю, что самая главная цель данного мероприятия – это сохранение исторической памяти у наших детей. Чтобы все необходимые знания, вся эта проникновенность, они понимали и могли передавать уже дальнейшим поколениям. На события пригласили и особых гостей – участника СВО и полковника медицинской службы в отставке. Они обратились к ребятам с важными словами и пожелали мирного неба над головой. Хотелось бы выразить благодарность еще раз всем, кто принимал участие. И низкий поклон, чтобы в памяти осталось именно у подрастающего поколения. Потому что они, как правило, все-таки больше передают ту эмоцию, которая сейчас для нас очень важна. Как они с душой относятся к этому мероприятию, как они действительно подготовили детей к этому. Если даже слезы так немножечко наворачиваются. В школе регулярно проходят тематические уроки и экскурсии, связанные с патриотическим воспитанием. А также выставки рисунков и квесты. Работает музей. Полина Чулякова, Николай Епифанов. События. В Самарской области задержали семь мигрантов-нарушителей на пищевом производстве. В Улжском районе полицейские нагрянули в цех, где производили продукты питания. Целью правоохранителей было пресечение нарушений миграционного законодательства. Как оказалось, сразу семь иностранных граждан осуществляли свою деятельность на территории России нелегально. За что будут привлечены к административной ответственности. Без наказания не останется и недобросовестный работодатель, допустивший нарушителей к производству. В его отношении составлено семь протоколов о привлечении нелегалов к труду. Теперь ему придется оплатить несколько штрафов на общую сумму в 750 тысяч рублей. Актуальные работы в сфере ЖКХ и благоустройства обсудили на еженедельном совещании с участием представителей всех профильных служб администрации внутригородских районов. На этой неделе в регионе пройдут выборы и День города. Планируется открытие двух значимых культурных объектов – дачи купца Головкина и литературного сквера на Фрунзе. В ходе подготовки к этим событиям поручено скрупулезно отнестись к выполнению задач в рамках сезонного содержания городских территорий и особое внимание уделить состоянию уличнодорожной сети и внутриквартальных зон, чтобы жители смогли комфортно добраться до избирательных участков. Сейчас ведутся необходимые работы, приводят в порядок и улицы, которые прилегают к знаковым объектам города. Подготовка к этим мероприятиям поставлена во главу угла этой недели. Помимо того, что город в принципе должен содержаться на должном уровне, здесь особое внимание в связи с тем, что эти мероприятия еще будет посещать большое количество гостей, которые будут участвовать в мероприятиях по открытию этих пространств. На совещании напомнили и о необходимости повышенной готовности других профильных служб, чтобы минимизировать вероятность повреждений на сетях. Параллельно в городе продолжается подготовка к отопительному сезону. На тех теплотрассах, которые были отремонтированы, плановые переврезки будут вестись до четверга. Там же, где срок справиться не удастся, перед подключением к новым сетям будет организовано на следующей неделе. Далее коротко о других темах дня. В Самаре машина переехала лежащего на улице Гагарина 41-летнего мужчину. Трагедия произошла в 11 вечера в понедельник в районе дома 139. По предварительным данным сотрудников госавтоинспекции, водитель на фиат стила в темноте не заметил лежащего на дороге человека. Очевидцы сообщают, что после происшествия мужчина самостоятельно пытался подняться. На место были вызваны медики. Пешеход был госпитализирован сотрудниками скорой помощи. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства этого ДТП. В августе телеканал Самар ГИ снова попал в топ-10 престижного федерального рейтинга Нью-Медиа. Сразу по двум показателям. Первое место по коэффициенту вовлеченности подписчиков в Телеграм. Комментарии, пересылки и реакции на посты. Пятое место по суточному охвату историй в Телеграм. Рейтинг основан на анализе 50 российских телеграм-каналов СМИ с числом подписчиков от 2 до 4 тысяч. В Самарской области в водоеме обнаружили тело мужчины. Трагедия случилась на набережной в Тольятти, в Комсомольском районе, напротив водозабора завода Тольятти-Кавучук. На месте происшествия работала следственная группа. Что могло стать причиной трагедии, выясняется. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму, который начнет действовать с 1 июля 25-го года. Новый стандарт не регулирует дизайн, фасон, цвет и материалы формы. Главное требование ГОСТа – соответствие специальной одежды показателям безопасности и качества. Важно, чтобы школьная форма была светской и не содержала символику асоциальных молодежных объединений или противоправной пропаганды. Допускается использование отличительных знаков школы, сообщили в Роскачестве. Сроки открытия нового театра «Грань» сдвигаются. Его строительство – знаменательное событие в жизни жителей Новокуйбышевска. На сегодняшний день выявлено много мелких проблем, оказавших влияние на сроки введения здания в эксплуатацию. Здание обещают сдать в следующем году. Что касается оборудования, учреждения культуры, все поставки выполняются вовремя. В столице региона проходит второй всероссийский фестиваль «Душа Баяна». В этом году он охватил три федеральных округа – Приволжский, Дальневосточный, Сибирский, а также Краснодарский край. Сейчас в Самаре проходят отборочные прослушивания, победители которых выступят на галоконцерте. Завершится фестиваль в ноябре суперфиналом и большим концертом в Москве. Наш фестиваль открыт для всех возрастов, для всех социальных слоев. Это и любители, и профессионалы, и дети, и взрослые, и солисты, и ансамбли, и оркестры, и хоры. И вокруг баяна объединены все исполнительские жанры. Приглашаю всех самарцев на наш галоконцерт, который состоится 5 сентября, вот здесь в АДО, в окруженном доме офицеров, в 16.00, вход свободный, поэтому приходите. В ближайшие выходные в Самаре пройдет Всероссийский фестиваль духовых оркестров на сопках Маньчжурии. Он посвящен 438-летию города и сохранению его исторических традиций, а также культурно-патриотических ценностей. Фестиваль соберет 12 коллективов из разных городов – Санкт-Петербурга, Севастополя, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и других. В субботу, 7 сентября, в Летнем театре Струковского сада пройдет концерт Нижегородского губернского оркестра и военного оркестра штаба Черноморского флота. Вечер завершится выступлением Екатерины Гусевой. Заслуженная артистка России исполнит русские романсы и песни. 8 сентября пройдет галоконцерт фестиваля на сопках Маньчжурии. Там планируется марафон-концерт, где выступит каждый оркестр по 25 минут, покажут свои самые лучшие номера. А также в другой части парка, где стоит скульптура, посвященная вальсу на сопках Маньчжурии, пройдет такой марафон духовых шоу, где танцующие оркестра будут выступать. Вход на все фестивальные концерты свободный. Узнать расписание можно на сайте администрации Самары. Обмен опытом и хорошим настроением. В Самаре на площадке детского сада номер 283 прошел галоконцерт городского фестиваля «Матрешка. Самарская краса». В нем приняли участие более 20 человек. В программе награждения и творческие номера. Подробности расскажет Полина Чулюкова. Ярко, весело и с улыбками. Самарский союз женщин проводит фестиваль «Матрешка. Самарская краса». При поддержке администрации города эта некоммерческая организация проводит социально ориентированные мероприятия. В июле фестиваль прошел для детей, а в преддверии дня города – для взрослых. Завершается он гала-концертом, на котором награждают участников. Это руководители и сотрудники детских садов, центров дополнительного образования, сотрудники и педагоги школ со всего города. Наша организация «Союз женщин городского округа Самара» безусловно проводит огромный спектр различных мероприятий, направленных на формирование как патриотических чувств, так и культурных традиций. Именно сегодня мы говорим о многообразии, о подходах сохранения семейных традиций нашего города и нашей необъятной страны. Одна из главных целей – это обмен опытом. Это внутригородское содружество наших педагогических работников. Когда мы общаемся между собой, мы обменяемся опытом, повышаем свой уровень. Нам очень интересно посмотреть на наших педагогов и руководителей с другой стороны, с их творческих способностями. На гала-концерте выступают участницы с лучшими номерами, которых высоко оценила жюри. Светлана Шаповалова – учитель вокала. В этом году женщина впервые приняла участие в городском фестивале «Матрешка Самарская краса». На гала-концерте она выступила с двумя песнями, одна из которых собственного сочинения. Просто люблю петь. И все, что связано с песнями, все мое. Это такой фестиваль, который связан с нашей Родиной, с Россией. «Матрешка» – это символ России. Поэтому это вдвойне приятнее выступать на таком фестивале. Также на фестивале прошла передача гуманитарной помощи участникам СВО, которую собрали родители детского сада номер 283. У нас очень ответственные родители, очень патриотические родители, которые воспитывают внуки патриотизма своих детей. Лекарства, какие-то препараты, те же самые лекарственные продукты, первая необходимость, продукты питания. Все, что приносят родители, все мы это передаем. Гости фестиваля приняли участие в активностях и выступили с творческими номерами. Мероприятие прошло при поддержке администрации города в рамках взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций. Полина Чулякова, Николай Сидоров, События. Сто лет со дня своего образования в этом году отмечает Республика Ингушетия. В честь юбилейной даты праздники проходят в разных городах страны. В Самаре организовали масштабную программу. В музее Алабина открыли выставку картин, национальных костюмов и предметов быта. О филармонии прошел концерт. Выступили известные творческие коллективы и народные артисты Республики. На праздники побывала Светлана Кудрявцева. Ингушетия – страна башен и искусных мастеров. Выставку с таким названием организовали в Самарском музее Алабина в честь Столетия образования Республики. На праздник в столицу Самарского региона приехала делегация из Ингушетии. Наш выбор пал на Самару. Но не случайно с Самарой нас связывают давние отношения деловые, политические. И вообще город интересен для нас, потому что Самара – тоже своеобразная культурная столица России. Одна из культурных столиц. И сегодняшняя выставка – это то, что можно было мобильно вывести и показать. И то, что характеризует нашу республику разные стороны ее культурной жизни и исторической. Самый основной в этом момент – это ансамбль, выставка и национальная традиция наша. То есть, чтобы показать людям, что из чего все это сделано и как все это проводится. И чтобы побольше, поглубже узнали и республику нашу, и граждан наших республик Лошадь. Самарцам представили более 180 произведений изобразительного декоративно-прикладного искусства, традиционные и стилизованные национальные костюмы, предметы быта. Мы максимально постарались охватить именно разные жанры, разные техники. И сегодня здесь находится не просто выставка на этой площадке. Здесь находятся художники, которые ваяли эти работы. На полотнах оживает история нашего народа. Для нас очень важно было к столетию выехать и показать, представить наше искусство. И отрадно побывать на вашей гостеприимной, благодатной земле. Героические страницы истории народа, многовековые башни, красота Кавказских гор – все это нашло отражение в творчестве ингушских мастеров. Некоторые картины представлены в уникальной технике, они созданы из кожи кальмара и семги. На этой выставке мы видим и современные живописные полотна, которые в то же время отражают традиции, особенности и, конечно, самобытность этого удивительного горного народа. Я надеюсь, что эти дни культуры, которые сейчас проходят, это начало большого пути творческого сотрудничества. Дни Республики Ингушетия в Самаре – это не только культурный обмен, но и демонстрация туристического потенциала регионов. Мы вас ждем всегда, потому что у нас именно горная часть, она по-своему красива в разные времена года, что летом, что зимой, потому что зимой, например, горнолыжка есть, канатные дороги. Летом есть на что посмотреть, разнотравие, горы. Завершился праздник в Самарской филармонии концертом с национальными танцами, песнями, игрой на музыкальных инструментах. Между Республикой Ингушетия и Самарской областью складываются очень добрые отношения исторические. У нас реализуется ряд проектов. Мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие послужит дополнительным импульсом для того, чтобы мы и дальше развивали наши отношения. Для гостей праздника выступили известные творческие коллективы и народные артисты Республики Ингушетия. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. В Самаре 6 сентября стартует распределение свободных мест в детские сады на 24 и 25 учебный год, сообщает телеграм-канал администрации Самары Вести с Дворянской. Для успешного распределения родителям рекомендуют проверить данные в заявлении на портале образовательных услуг либо в разделе «Поиск заявлений». Если в заявлении есть неточности или неактуальные данные, необходимо обратиться в МФЦ. Распределение свободных мест проводится по следующим критериям. Наличие у родителей ребенка право на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места в детский сад. Даты регистрации ребенка в электронном реестре. Возраст ребенка по состоянию на 1 сентября 2024 года. Направленности группы. Желаемые даты зачисления, не позднее даты распределения. О предоставлении свободного места родителям сообщит детский сад. Первая неделя сентября для членов общественных организаций ветеранов и инвалидов началась в атмосфере дружелюбного соперничества, сообщает телеграм-канал Департамент опеки и попечительства, сотрудники которого провели традиционные спортивные мероприятия. Участники своим примером продемонстрировали, что занятия спортом, желание двигаться вперед и добиваться поставленных целей – важные составляющие жизни современных людей, а также источники активного долголетия. На спортивной площадке школы 174 имени Зорина прошел товарищеский матч по футболу, приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, сообщает администрация железнодорожного района. В игре встретились команды родителей и учащихся выпускников школы. Этот матч стал символом единства и сплоченности, напомнил о важности поддержки друг друга в трудные минуты. На этом выпуск завершен. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин